Здравствуйте! Вы смотрите новость МТРК. В студии работает Александра Солмина. И сегодня в выпуске. Развиваем бизнес региона. В прошлом году фронт финансовой поддержки сельского хозяйства профинансировал 460 проектов больше, чем на миллиард тенге. Акция «Единый день помощи» стартовала в Петропавловске. Юные тимуровцы помогают ветеранам и инвалидам. Наградили самых одаренных и успешных учеников. В Петропавловске подвели итоги региональной школьной олимпиады. И обо всем по порядку. Семь домов по программе «Нурлы Жол» построят в этом году в Петропавловске. Получить там квартиру можно, став участником проекта. Для этого нужно открыть счет в Жилстройсбербанке и накопить 30% от стоимости жилья. С теми, кто уже получил заветные квадратные метры, познакомилась наша съемочная группа. Карлгаш и ее супруг Рауан играют с пятимесячным сынишкой. Говорят, в новой квартире можно мечтать о большой семье. Раньше жилье приходилось снимать. Эту недвижимость в 90-квартирном доме в микрорайоне Береке они получили месяц назад. На заветные квадратные метры копили почти 6 лет. В 2014 году мы поженились и встали в очередь в Акимате. В декабре открылась программа «Нурлы Жол». Получается, в эту программу 30% должны мы вложить. 30% мы накопили и получили от Жилстройсбербанка ключи. Как молодая семья для нас это выгодно. Теперь за свою светлую и просторную трешку семья будет 12 лет выплачивать кредит. Заем оформили под 5% годовых. Отсюда весь Береке виден как на ладони. За окном новой квартиры Ерика Кушигалдина большая стройка. Скоро у него будет много соседей. Они, кстати, тоже вкладчики Жилстройсбербанка. Госслужащий открыл там счет в 2008 году. Говорит, сначала пополнял его по возможности, а с 2013 по 2016 годы откладывал каждый месяц определенную сумму. По обновленным условиям программы «Нурлы Жол» накопил 30% от стоимости жилья. Это порядка 2,5 миллионов тенге. Если вы ложите ровно деньги каждый месяц по одной и той же суммы, ваш оценочный показатель растет. То есть, соответственно, это системная баня. И потом в дальнейшем, когда вы проходите по программе, оно влияет на ваши квадратные метры. Квартира очень светлая, большая. То есть, 58 квадратных метров. Это две большие комнаты по 18 квадратов. И одна маленькая кухня. По 43 тысячи в месяц Ерик и его супруга будут возвращать к государству. Но это только первые пять лет. Затем сумма сократится. Сегодня на собственное жилье в Жилстройсбербанке копят почти 26 тысяч североказахстанцев. Кредитование идет по двум направлениям. Кредитное жилье по линии МИО, то есть Акиматовские очередники и вкладчики Жилстройсбербанка и Нурложол Байтерек Девелопмент. То есть, есть ограничения. По Нурложол МИО для участников есть ряд ограничений в плане наличия жилья на праве собственника по территории Республики Астан. По Нурложол Байтерек Девелопмент это ограничения отсутствует. То есть, любой, кто желает купить жилье в новом доме, может обратиться в Жилстройсбербанк, когда мы объявим конкурс на прием заявления. 3 миллиарда 400 миллионов тенге выделили из Нацфонда на реализацию программы. Миллиард 149 миллионов банк уже вернул в областной бюджет. Кредиты выдали 147 североказахстанцам. В прошлом году в Петропавловске по этой линии возвели три дома. Квадратный метр в них обошелся жильцам в 125 тысяч тенге. В 2017-м планируют построить еще семь многоэтажек. Это 604 квартиры. Их стоимость пока не установлена. Кстати, уже скоро в микрорайоне Берекес дадут очередной объект. Ключи от квартир получат 80 вкладчиков Жилстройсбербанка. Александра Салминарус, Тамт Лиужанов, Новости МТРК. Более 1 миллиарда 300 миллионов тенге на развитие бизнеса. В прошлом году Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства профинансировал 460 проектов североказахстанских предпринимателей. Как они распорядились средствами, расскажет Алина Бржанова. Швейные машинки, нитки и иголки. Любимое занятие Бахыт Сеиловой стало делом всей ее жизни. В детстве она увлекалась кройкой-шитьем. В 2006 году открыла свое ателье Бахыт. Тогда взяла кредит в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства. За 10 лет работы было еще два займа. В 2016 обновила оборудование, закупила новые ткани и расходные материалы, а также улучшила условия труда для рабочих. Все средства предприниматель направляет на развитие и расширение бизнеса. В 2016 году, досрочно погасив кредит, подала вновь заявку уже на 5 миллионов. Мне ее одобрили. В планах не останавливаться на этом, идти вперед, идти дальше, расширяться. Занимаются здесь мелким ремонтом и пошивом одежды. Берутся и за сложную работу – шубы, пальто и куртки. В 2016 году ателье вышло на рынок государственных закупок. К учебному году пошили порядка 700 комплектов формы для учеников бескольских школ. Вместе с Бахыт в ателье работают еще три мастера. За тот год, что я здесь проработала, я увидела, как ателье расширяется. С каждым днем, с каждым месяцем наших клиентов становится все больше, заказы увеличиваются. Всего в прошлом году Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства профинансировал 460 проектов по пяти программам. Общая сумма займов превысила 1 миллиард 310 миллионов тенге. Это средства из республиканского бюджета. В нашем регионе популярны направления развития молочной и мясной продукции, птицеводства и сферы обслуживания. В рамках программы по созданию и развитию молокоприемных пунктов было реализовано два проекта на общую сумму 13 миллионов тенге. Был закуплен транспорт, оборудование для охлаждения и переработки молока. И по последней программе РС молочно-товарной фермы мы реализовали 57 проектов. Общая сумма финансирования составила 284 миллиона тенге. От 500 тысяч до 85 миллионов тенге под 6% годовых. Льготный период от полугода до двух лет. Взять кредит в фонде финансовой поддержки сельского хозяйства может любой желающий. Для получения кредита необходимо иметь инфраструктуру для содержания скота, а также введения бизнеса. Необходимо предоставление залогового обеспечения, ликвидного. Залоговым обеспечением может предоставляться как недвижимое, так и недвижимое имущество. Самыми активными заемщиками в прошлом году стали предприниматели из района имени Габита Мусрепова, Уолихановского и Тейншинского. Алина Боржанова, Рустам Треужанов, Казбек Арыгбаев. Новости МТРК. 500 тонн кукурузных палочек и 150 тонн сухих завтрака в год – это объемы производства продукции «Товарищество Радуга». Линию здесь запустили чуть больше года назад. Проект реализовали в рамках карты индустриализации. Теперь на североказахстанских прилавках наряду с российскими аналогами можно встретить и продукцию отечественного производства. Какие планы сегодня у предприятия узнала Ксения Куценко. Этот цех – настоящий рай для сладкоежек. Сухие завтраки в ТО «Радуга» начали выпускать в прошлом году. Раньше предприятие поставляло в регион аналогичную продукцию российского производства. А потом решили, зачем покупать за границей, если можно такую делать и здесь. В год мы можем выпускать на данный момент порядка 150 тонн сухих завтраков и 500 тонн кукурузной палочки. В дальнейшем у нас стоит задача по развитию производства и увеличению мощности. Реализация у нас производится по филиалам, которые находятся практически во всех городах Казахстана. И также мы реализацию производим в ближайшем зарубежье в России – это Омская область и Курганская. Расширить географию продаж в ТО намерены благодаря участию в 24-й международной выставке «Продэкспо». Она пройдет в Москве с 6 по 10 февраля. Специалисты уверены – удивить привередливого покупателя в российской столице смогут. На предприятии строго следят за качеством товара, делают все по рецепту. Большую роль здесь играет и оборудование. Все производственные линии – новые, современные. Занимаемся фасовкой бульонов, супов. Самое главное – настроить аппарат и следить за весом, за качеством сырья. Кстати, скоро на прилавках появятся и новинки – шоколадные кукурузные палочки и хлопья. А также откроется новая линия по производству лапши быстрого приготовления. Запуск намечен на весну. Всего здесь выпускают порядка 10 видов сухих завтраков, а еще супы, бульон и картофельное пюре, кисель. Все это под маркой сделано в Северном Казахстане. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. И мы продолжаем. В прошлом году североказахстанские госслужащие получили почти 1200 дисциплинарных взысканий. Семь специалистов уволили из госорганов. В Петропавловске прошло первое в новом году заседание Совета по этике. На встрече говорили об итогах работы за 2016-й и рассмотрели два дисциплинарных дела. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. В 2016-м прошло 12 заседаний Совета по этике. На них рассмотрели 62 вопроса и 23 дисциплинарных дела. Уволены занимаемые должности руководители Североказстанской областной территориальной инспекции Министерства сельскохозяйства. Также руководители Авертавской районной территориальной инспекции комитета АПК Министерства сельскохозяйства. Понижены должности Аким города Сергеевки района Шелакына. Также объявлено предупреждение неполного служения в соответствии 8 строгих выговоров, 2, 3 выговора и 4 замечания. Строгий выговор, предупреждение, неполное соответствие. За прошлый год североказахстанским госслужащим вынесли 1177 взысканий. 7 человек уволили. По словам председателя Совета по этике, даже такие меры не становятся для госслужащих уроком. Зачастую взыскания снимают досрочно. Таких фактов в нашем регионе 387. Недавно выявили подобный факт также еще в одном из областных управлений. Когда на одного и того же человека в течение месяца, если я не ошибаюсь, или полутора, буквально за такой короткий период, 3 раза налагалось взыскание. Потом проходит буквально несколько дней, опять снимают взыскание и опять налагают на одного и того же сотрудника. Где здесь воспитательная мера? Я считаю, что такие факты, они недопустимы. После обсуждения еще трех вопросов повестки дня, члены Совета приступили к рассмотрению дисциплинарных дел. Руководитель территориальной инспекции комитета ветконтроля и надзора района имени Габита Мусрепова Жумарт Курманов и его коллега-санитарный инспектор Алибек Рамазанов не привлекли к ответственности главу крестьянского хозяйства. В ферме-кинохозяйстве «Малая Багровка» было выявлено 100 голов КРС, положительно реагирующих на бурцеллез. По следующим отделам ветеринарного района было вынесено предписание о проведении санитарной очистки, санитарного убоя больных животных. Однако в ходе проведенной за исполнением предписания проверки было установлено, что больных животных на территории хозяйства не имелось. Документы о проведении санитарного забоя КРС представлены не были. Жумарт Курманов считает, в прокуратуре эту проблему изучили поверхностно. Говорит, фермер самовольно возил и вывозил скот из Северного Казахстана в Костанайскую область. А инфицирование животных бурцеллезом не подтвердилось. Это был вакцинный штамм, который показали анализы после вакцинации КРС. Расследованием этого факта теперь занимаются костанайцы. Дисциплинарное дело члены совета обсуждали около часа, заслушали все стороны. Они рекомендовали вынести замечание госслужащим за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и отсутствие взаимодействия с органами ветеринарии. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Полицейские подвели итоги программы «Соседский присмотр». В 2016-м на телефон доверия поступило около 1200 звонков. Половина из них стала основой для привлечения североказахстанцев к административной ответственности. Стражи порядка штрафовали за нарушение правил благоустройства, выгула домашних животных, нелегальную торговлю. А недавно один из петропавловцев пожаловался на ночную реализацию алкоголя в магазине по улице у Алиханова. Полицейские установили факт продажи водки 19-летнему североказахстанцу в запрещенное время. Дело направлено в суд. Торговцу грозит штраф минимум в 20 тысяч тенге. Отмечу, в нашем регионе программа «Соседский присмотр» действует с августа 2011 года. Если вы стали свидетелем правонарушения, позвоните по телефону 61-2002. Анонимность гарантируется. В день поступают на телефон доверия 5-6 сообщений, где мы оперативно реагируем на сообщения. И по данным звонкам собираются материалы и составляются административные протоколы, где выявляется правонарушение. «Единый день помощи» – акция с таким названием стартовала в регионе. Североказахстанская молодежь помогает по хозяйству ветеранам и инвалидам. После метели ребята чистят снег во дворах, а девочки наводят порядок в домах. Вместе с петропавловскими тимуровцами в гостях у тех, кому нужна поддержка, побывала и наша съемочная группа. Съемочную группу молодые люди встречают с лопатами в руках. С обеда петропавловские тимуровцы чистят двор. Хозяин дома Михаил Лазарев, несмотря на инвалидность, нередко сам вывозит снег, справляется одной рукой. Говорит, нагрузка на нее большая, а потому неожиданная подмога оказалась кстати. Спасибо, что ребята пришли, помогли. А то у нас некому помочь, даже нанимаем. Желательно бы у нас с переулка вывезли бы снег. А то нас топит весной. В сапогах не пройдешь, во двор заливает. Супруге Людмиле Петровне заниматься хозяйством тоже не позволяет здоровье. Детей у них нет. Два раза в неделю их навещает социальный работник. Активистов не было давно, говорит Михаил Семенович. В этом году пришли в первый раз, но не в последний. Будут убирать снег, ближе к лету копать огороды, а на девочках порядок в доме. В многих районах молодежь активно поддержала такую акцию, так как сейчас многие студенты находятся на каникулах. И в свободное время почему бы не помочь нашим ветеранам, инвалидам по уборке снега. Даже элементарно поговорить с ветеранами. Пока в списке тех, к кому же сутановцы заглянут в гости, 30 ветеранов. Но он еще пополнится, говорят тимуровцы. Их в Петропавловске порядка трех десятков. Александра Салминако, Збека Рыгбаев, новости МТРК. А у нас короткая реклама. Увидимся буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. Новый год с новогодними скидками 50% на все. Ярмарка российской меховой фабрики «Армада». Только с 18 по 22 января. Норка от 189 тысяч тенге. Мутон от 35 тысяч тенге. А также нутрия, каракуль, головные уборы. Беспроцентная рассрочка. Кредит. Адрес улица Киншинбаева, 22. Областная филармония. Бывшее метро. Как часто у вас возникает необходимость встретить в своем городе важного гостя? Например, друга, делового партнера, коллегу, а может, дорогих родственников? Как создать для них уютную домашнюю обстановку, чтобы гости почувствовали, что их ждут с теплом и радушием? Чтобы их встретили в аэропорту, либо на вокзале, привезли в апартаменты, вовремя разбудили, накормили, предоставили интернет и спутниковое телевидение? На протяжении более 17 лет компания «Паркхаус» помогает в решении этих вопросов. С помощью комфортных апартаментов помогает людям чувствовать себя как дома, набираться сил к следующему дню, отдохнуть на широкой кровати, приготовить себе еду, пользоваться интернетом, принять горячую ванну, наслаждаться просмотром любимых передач за кружкой горячего чая. Все, что вам нужно, это просто зайти на сайт parkhouse.kz и забронировать себе квартиру онлайн на нужное время и дату. Гостиничная компания «Паркхаус». Будьте как дома! И к другим темам. Мастер-класс от спасателей. В Североказахстанском профессиональном педагогическом колледже прошли показательные учения для студентов. Как пользоваться специальным оборудованием и как спуститься по веревке. Наш корреспондент Денис Севков расскажет, насколько сложна работа чесников. В спортивном зале Североказахстанского профессионального педагогического колледжа все готово для начала показательных учений. Здесь установили специальные образцы высотных зданий, натянули веревки. По легенде, возгорание произошло на противоположной части площади. Но добраться до очага непросто. Спасатели используют свой профессиональный метод. В 2003 году мы осуществляем подготовку защиты в ЧАЭС. Социальным портированием является ДЧАЭС СКО нашей области. В 2015 году открытый оперативный спасательный отряд, или создан в нашей области. Мы хотим с ними заключить соглашение о сотрудничестве, чтобы наши студенты проходили практику по именно спасательной операции. За мастер-классом наблюдают студенты. Некоторые из них скоро сами станут спасателями. Для меня это интересно, что проводят такое мероприятие. На самом деле, они выполняют эту работу каждый день. Мы имеем возможность увидеть своими глазами, с чем они сталкиваются. На улице ребят знакомятся специальным оборудованием. Молотки, стальные канаты, ручные насосы – лишь часть средств, которыми пользуются спасатели. Вот этот домкрат Вебер позволяет поднять до 70 тонн завалов. Работает он на бензине. В 2016 году оперативно-спасательный отряд по сигналу АЧС выезжал 354 раза. Из них мы более 30 детей спасли. Эвакуировали 1800 человек. Это вы прекрасно понимаете. В 2016 год большие были паводки, где наши сотрудники принимали активное участие. Не только в городе Петербург, но и в районах нашей области. Спасатели напоминают североказахстанцам о правилах безопасности на воде в зимнее время. В прошлом году, к счастью, обошлось без жертв. Зато в летний период стихия унесла жизни 27 человек, 5 из которых – дети. Денис Севков, Жудосбекер Муканов, Новости МТРК. Самых талантливых и умных школьников наградили в Петропавловске. По итогам областной предметной олимпиады призерами стали 225 человек. Лучше всех себе показали учащиеся областного центра и сельского района. А в какой школе больше всего победителей – в материале Ольги Файзулиной. В зале самые одаренные и трудолюбивые школьники региона. Одни легко решают иррациональные уравнения, другие свободно говорят на немецком. Лучших определили по 15 предметам. В нашей области многое делается для создания условий, обеспечивающих выявление, развитие одаренных детей, реализации потенциальных ваших возможностей. В нашей областной олимпиаде приняло участие более 568 школьников и призерами-победителями стали 225 участников олимпиады. На счету у школьников города Петропавловска 84 призовых мест. Первые места у 41 учащегося. Десятиклассник Владислав Поплавский стал лучшим по химии. Говорит, это очень интересный предмет и он пригодится ему в будущем. Школьник мечтает стать хирургом. Сложных заданий, конечно, не было, но не хватало времени, потому что 4 часа на 8 задач – это маловато. Ну, пару задач не решил, но своего достиг. К олимпиаде ребята готовились серьезно. Позабыв о гаджетах и ограничив свое общение с друзьями, они долгие часы проводили за книгами. Я готовился по нескольким книгам, Долгов, Мясников, Каменецкий. И даже порой я засыпал за компьютером. После того, как я взял свое второе место по физике, обрадовалась, конечно, мамой. Я сказал, вот не зря я все-таки учился. Призерами Олимпиады стали еще 52 ученика гимназии-интерната для одаренных детей имени Абудас Мухамбетова. Это лучший результат в области. В Казахско-Турецком лицее 37 призеров. Это второй показатель. Среди районных школ лучшими были есильцы. Первое место в рейтинге они отвоевали у кузылжарцев. Хотелось бы отметить школьницу из района Шалакына, из Кенецкой средней школы, которая, по мнению жюри предметного по английскому языку в 10 классе, признана лучшей сельской ученицей. Девочь Жексалыкова-Танзеля, которая смогла показать знания на втором туре наравне с учащимися специализированных школ. Теперь школьников ждет Республиканская Олимпиада по общеобразовательным предметам. Она пройдет весной в Алматы. Северный Казахстан представит около 60 учащихся. Это не только победители, но и призеры областного этапа. Ольга Файзулина, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Зимой дикие птицы и животные проходят жесткий естественный отбор. К весне из 10 мелких пернатых в живых остаются только двое. Остальные погибают от голода. Чтобы защитить животный мир в морозы, люди делают кормушки, подбрасывают семечки, зерна, хлебные крошки. Моя коллега Анжелика Воронина отправилась в парк, чтобы внести свой вклад в спасение его обитателей. Когда температура воздуха опускается ниже нуля и выпадает снег, птицам становится сложно искать себе пищу. За одну морозную ночь пернатые могут потерять до 10% массы своего тела, пытаясь согреться. Особенно тяжело маленьким птицам, синицам и воробьям. Алтын Усеинова каждый день гуляет в парке. Для его обитателей у женщины всегда есть с собой лакомство. Я вот смотрю, как наши пенсионеры очень заботливо относятся к нашему парку. Вот видите, сделаны кормушечки. Вот в эти кормушечки мы кладем всегда зернышки, хлеб. И белочки спускаются и с радостью питаются. Они уже до того к нам привыкли, они уже знают, по шагам нас узнают. Мы только к дереву подходим, они из своих норок выглядывают и прямо вот в эти кормушки. Из пластиковых бутылок деревянные резные. Какие только не встретишь в городе кормушки. Люди развешивают их в парках, во дворах школ и многоэтажек. Белкам и птицам они помогают укрыться от метели и не погибнуть от голода. Семечки, крошки и зерна. Белки каждый день приходят сюда за угощениями. Они отлично ладят с людьми, которые о них заботятся. В морозные дни без еды животные и птицы не протянут больше одного дня. По словам орнитологов, зимой в Североказахстанской области остается 30-40 видов пернатых. Те, кто может выжить суровые морозы. Птицы – это, наверное, одни из самых мобильных животных, которые можно встретить в окружающей нас среде, в природе. И, наверное, одни из самых доступных для наблюдения. Поэтому, конечно же, чем больше будет людей, которые будут обращать внимание к птицам, будет намного лучше. Нужно, конечно же, подкармливать пиццу в зимний период. Самое простое, чем можно покормить птиц – нежареные семечки. В них есть полезные масла. Воробьи – любители пшена, голуби, вороны, сороки – хлеба. А синицы не откажутся зимой от несоленого сала. Анжелика Воронина, Казбек Ирыкбаев, Новости МТРК. Вот так завершилась очередная рабочая неделя. Смотрите новости МТРК и всегда будьте в курсе событий. До встречи! О погоде на субботу 14 января. Днём пасмурно, снег. Ветер западный, скорость 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-4, днём минус 1-3 градуса. Днём пасмурно, снег.